В Чувашии корректируется прогноз социально-экономического развития республики. Соответствующий документ в ближайшее время планируют рассмотреть правительство. Настораживают цифры по экономике. Снизился валовый региональный продукт, индекс промышленного производства. Тревожные сигналы подает в целом и российская экономика. Там тоже снижение по ряду важных показателей. В итоге Минэкономразвития страны переписала прогноз на 2013 год в сторону уменьшения. Сценарий развития мировой и российской экономики доведен до региона и он будет учтен. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава республиканского правительства Иван Маторин. Валовый региональный продукт снизился. Экспорт ниже импорта. Индекс промышленного производства перестал расти. Более того, начал падать еще в конце прошлого года. Экономика подает беспокойные сигналы. А профильное министерство корректирует прогнозы в сторону уменьшения. По индексу промышленного производства вместо запланированных свыше 104%, теперь более скромные – 96,9%. Для меня, наверное, принципиальным будут цифры майские. С чем это связано для промышленности? Очень много праздников. И, соответственно, май становится февралем. Я думаю, что будут определенные снижения. И, наверное, 96,9% – это цифра, которую Минэкономразвитие немного даже завысило. Где-то на 1,5%. Но будем надеяться на лучшее с точки зрения, что есть новые направления, есть потенциал предприятий, связанных с оборонной промышленностью, с АПК. Определенный запас у региона все-таки есть. Выручают оборонные заказы, контракты с госкорпорациями. По ним уже работают предприятия. Но портфель заказов должен пополняться регулярно. Определенное ожидание связано с малым и средним бизнесом. Вместе с тем, не без рисков. Экономика региона сильно зависит от внешних факторов – конъюнктурного спроса со стороны тех же крупных госкорпораций, инвестиционных проектов, влияния ВТО. Необходимо работать со суща рукава. Я еще раз скажу, что сегодня в республике максимально развит частный сектор. Соответственно, большинство подавляющих предприятий – это частные предприятия. И здесь, со стороны региона, единственное, наверное, что мы можем создать – это улучшение инвестиционной конъюнктуры, бизнес-конъюнктуры, оказание всяческой поддержки, если есть, заинтересованность у предприятий на внешние рынки, через межправительственные комиссии, которые работают на федеральном уровне, через обращение в правительство Российской Федерации по введению определенных ограничений на продукцию конкурентов с внешних рынков. И такие обращения мы традиционно всегда поддержим, если они имеются. Региону придется жить с оглядкой на мир. Традиционные для Чувашии рынки, такие как Африка, Ближний Восток, Индия, куда поставляется продукция машиностроения, сейчас тоже испытывают нестабильность. Между тем, в регионе экспорт уступает импорту, а разгонять его собираются искусственно. Поддержка экспортно-ориентированных предприятий, малого, среднего бизнеса в первую очередь. Для крупных компаний работа на межправительственном уровне, если брать последние встречи, это встречи главы республики на приеме с премьер-министром Японии, где мы целый ряд вопросов вынесли на межправительницу, комиссию по сотрудничеству. В том числе, помимо проекта ТБО, были предложены проекты по совместному инвестированию, это и в области биотехнологии, в области лесного хозяйства. Соответственно, там, где мы могли бы получить, во-первых, инвестиции, в первую очередь, от наших партнеров, во-вторых, предпринимателей, которые хотели бы работать в республике. Если не будет ухудшения по небольшим шажкам, которые наметили, то в целом удастся преодолеть нынешнюю ситуацию погоду. Хотя оценка будет удовлетворительной. Назвать ее хорошей уже тяжело, заключил премьер-министр. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова